За его плечами тысячи километров вдоль побережья Ледовитого океана, путешествия в отдаленные уголки округа и даже попытка найти снежного человека. Известный полярный путешественник, педагог и мастер по народным ремеслам Филипп Ордеев готовится к юбилею. Первыми его поздравили сотрудники этнокультурного центра и моя коллега Валентина Чибичек. Вот, пожалуйста, палатка, рюкзак, посох, календарь, котелки. Общий вес этих моих экспонатов для похода без продуктов, без одежды, где-то 13-14 килограммов. Точно выверенная масса рюкзака – одно из условий успешного путешествия. Филипп Ордеев помнит, как в полярной экспедиции газеты «Советская Россия» их отряд избавлялся от лишних вещей. 11 тысяч километров от Чукотки до Кольского полуострова на собачьих упряжках. Чтобы увеличить ежесуточный пробег, пришлось выкинуть спальные мешки, лишнюю посуду и топливо. Спали на снегу. Эти навыки пригодились в последующих путешествиях, а снаряжение – для выставки. Выставка очень уникальна. Она настолько многогранна, то есть тут столько разных предметов, и это все раскрывает характер человека. Если попадет в тундру, то он сможет выжить в этих условиях в тундре, потому что он знает, как это делать. Он знает, как найти животного, по следам выследить. Страсть к новому и интересному из детства. Филипп Никитич вырос в семье оленевода, в череде кочевий и стоянок. Родную тундру изучил вдоль и поперек, затем перешел на масштабные расстояния. В одиночку на собаках и оленях прошел всю Камчатку. В составе экспедиции на мотонартах и мотоциклах проехал от Карского до Каспийского моря. Участвовал в международном пробеге по Норвегии, Финляндии и Швеции. А однажды с приятелем отправился на Ямал искать снежного человека. Некоторые старые люди говорят, что вы не занимаетесь этим. Если вы увидите, вы со страха родных чертся получите. Другой говорит, мы не знаем и не можем сказать. Потому что это параллелигия, нельзя такое рассказывать. Увидеть Йети так и не удалось. Зато легенд и былий привезли много. Сохранение культуры коренных народов – еще одно хобби Филиппа Ордеева. Так он возродил изготовление неинских бубнов. Сегодня они звучат на площадках округа России и мира. Его изделия из кожи, кости и меха этнографически выверены. Пожалуй, на этом построена его кредо. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Телеканал Север.